МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возглавить пост председателя ЦИК предложено Шерму Хамаду Шахиену, главе Комитета правопорядка, безопасности и обороны в Нижней Палате парламента. Депутатам также предложили отозвать заместителя председателя ЦИК и двух членов комиссии в связи с переходом на другую работу. Проведение реформ, изменение состава Центра избиркома в том числе, предлагали с 2003 года политические партии и международные эксперты. Шесть лет назад в преддверии парламентских выборов проект изменений в ЦИК Таджикистана был предложен ОБСЕ. Власти его не поддержали. Проколы в работе ЦИК на последних парламентских выборах эксперты связывают с зависимостью нынешнего состава от правящей верхушки. Оппозиционные партии страны не раз заявляли о необходимости кардинального реформирования Центра избиркома. Вокруг выборов в парламент ходило множество слухов и домыслов, но все предположения должны быть обоснованы фактами. Мы должны поставить точку разговорам вокруг прошедших выборов. Сейчас мы работаем над программой, предусматривающей внесение поправок в закон о выборах. Президент Узбекистана Ислам Каримов отстранил от должности мэра Ташкента. В официальном заявлении говорится, что Абдукахор Тухтаев снял с себя полномочия добровольно по состоянию здоровья. По данным неправительственных источников, бывший столичный градоначальник уволен из-за ошибок, допущенных в работе. В частности, именно Тухтаев был инициатором сноса памятника генералу Рахимову и переименования ряда улиц и станций метро, носивших имя советских генералов. Ранее Тухтаев занимал пост в вице-премьер-министра и был на хорошем счету у президента. Вместе с этим оппозиция неоднократно обвиняла мэра Ташкента в коррупции. Обязанности главы столичной администрации временно возложены на заместителя Тухтаева. Стоит отметить, что местные средства массовой информации об отставке высокопоставленного чиновника промолчали. Жители села Куштепа на окраине Душамбе снова в состоянии шока. Ранним утром в поселок пригнали спецтехнику и начали сносить дома. Территорию оцепила милиция и никого не пропускает. Между тем, накануне около полусотни жителей селения обратились в администрацию президента, где им обещали создать комиссию и разобраться в ситуации. В конце прошлой недели в районе Рудаки уже снесли более 50 новостроек. События развивались по тому же сценарию. Подъехали бульдозеры, спецназ выставил кордон. С теми, кто проявляет недовольство, не церемонятся. Желающим спасти свои дома угрожают дубинками. Представители прокуратуры, которые находились на месте событий, отказываются что-либо комментировать. Впрочем, как и представители столичной власти. Вчера мы были на приеме в аппарате президента. Нам сказали, что через три дня будет создана комиссия, которая заново рассмотрит наш вопрос. Но не прошло даже суток, как наши дома снова начали сносить. Я не понимаю, кто в этом виноват. Мы верили в поддержку президента в трудное для нас время. Везде нам говорят, что это приказ сверху. Приказ дал сам президент. Мы хотели бы знать, насколько это правда. Никто ничего нам не говорит. Пусть нам дадут участки в другом месте, покроют наши расходы, если им очень нужна эта земля. Откуда у нас деньги на строительство нового дома? Социальные и политические потрясения не станут поводом для революций и государственных переворотов в Кыргызстане, заверяют спецслужбы страны. Началась подготовка к президентским выборам. В связи с этим кыргызстанцы опасаются обострения ситуации. Отдельные политики поднимают острые вопросы экономического, общественного и политического характера. Высказывания некоторых из них могут вызвать негативные процессы, но сотрудники ГКНБ заверили, что событий, подобных апрелю прошлого года, не будет. Кроме того, глава спецслужб отметил, что сейчас Кыргызстан занялся укреплением своих границ, особенно с Таджикистаном и Узбекистаном. Таким образом, Комитет национальной безопасности старается исключить как внутренние, так и внешние угрозы. Председатель ГКНБ отметил, что помимо этих вопросов, сотрудники ведомства продолжают борьбу с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. Есть определенное количество скоплений боевиков международных террористических организаций на севере Афганистана, то есть на Таджико-Афганской границе. И мы, в свою очередь, тоже усиливаем границу Кыргызстана и Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В Таджикистане проходит аттестация имамов. Тот, кто ответит на все вопросы государственной комиссии, продолжит работу в мечети. Если его знания не удовлетворят экзаменаторов, то его отстранят от должности. Как ни парадоксально, среди самих имамов эта инициатива нашла одобрение. А вот независимые эксперты полагают, что таким образом нарушается одно из положений Конституции. В вопросе разбирались журналисты с Агдейской области. Духовенство проходит аттестацию. Имамов Таджикистана экзаменуют на знании канонов ислама и выполнении религиозных предписаний. Прошедшие испытания могут продолжать проповедовать. Провалившимся дают шанс пересдать экзамен через три месяца. Проводим аттестацию, чтобы проверить, насколько они сильны в знании ислама, чтобы могли чётко и подробно отвечать на вопросы верующих. Сегодня активизировались различные течения группы, которые пытаются привлечь людей в свои ряды. Аттестация позволит очистить ислам от негативных проявлений. Отвечать на вопросы прихожан – это обязанность священнослужителя. Но у людей возникают разные вопросы, и не только на религиозную тему. Поэтому недопустимо, чтобы священник имел реакционные взгляды, которые могут подорвать общественные устои и принципы государственности. Раньше над мечетями не было такого контроля. Люди спокойно посещали их. Я думаю, что проведение этих аттестаций будет в нашу пользу. К сожалению, в обществе сложилось мнение, что именно в мечетях людей вводят в заблуждение. Оттуда распространяются различные течения. Я с этим не согласен, потому что нам доверяют, и мы выполняем то, что предписано Кораном. В последние годы таджикские власти усилили контроль за религиозной деятельностью. Проверяют мечети, возбуждают уголовные дела в отношении сторонников запрещенных религиозных партий и движений. Выступают против ношения хиджаба женщинами и бороды мужчинами. По мнению экспертов, государство не должно вмешиваться в деятельность религиозных институтов. Уровень знаний у имам-хаттипов должен быть достаточно на высоком уровне, потому что они работают с обществом. Но это не должно делать государство, потому что в Конституции написано, что государство отделено от религии. И то, что сейчас происходит, это полностью противоречит этому пункту Конституции. Аналитики считают, что последние события – это попытка взять религию под контроль. Между тем, в стране в этом году издали справочник, в котором перечислены темы для пятничных проповедей. Вместе с тем, из школьной учебной программы исключили предмет по изучению ислама, введенный всего полтора года назад. Саид Шудеев, Эхсон Ибрагимов, Икром Бабаев, Сагдийская область, Таджикистан. В Таджикистане отменили лимиты на подачу электричества днем. Ограничения остаются в силе с полуночи до пяти утра. Лимит на энергопотребление официально был введен в начале ноября прошлого года. Все эти месяцы свет в дома подавали на 10-12 часов в сутки. Это традиционная мера, с которой таджикистанцы живут с осени до весны. Энергетики объясняют это тем, что с наступлением холодов увеличивается нагрузка на электросети, растет потребление. В то же время уровень воды на Нурекской ГЭС заметно снижается. Сейчас запасы водохранилища превышают показатели прошлого февраля на 20 сантиметров. В Таджикэнерго подчеркивает, что увеличение выработки позволило смягчить лимит. В прошлые годы страна закупала электроэнергию из Узбекистана и Туркменистана. Эту зиму Таджикистан смог пережить без импорта электроэнергии. Улучшилось обеспечение населения электроэнергии. Основная причина – переход на использование энергосберегающих ламп. К тому же заработала Санктудинская ГЭС-1. В дополнение к этому построено свыше 230 малых гидроэлектростанций. Энергетики сохранили нужный объем воды в осенний период в водохранилище Нурека. Все это позволило улучшить обеспечение людей электричеством. В прошлом году лимит был отменен только 20 марта. А в Кыргызстане для поддержки населения выделяют полтора миллиона долларов. Деньги правительство направит на то, чтобы остановить подорожание хлеба. Чиновники обещают, что будет закуплена мука, которую затем по сниженной цене продадут пекарням. Все подробности в репортаже из Бишкека. Ежедневно около 15 тысяч булок хлеба. Отсюда он расходится по всем районам Бишкека. Таких небольших пекарен в столице насчитывается около 30. Но на всех одна проблема – растет цена муки. Если ситуация не изменится, подорожает и готовый продукт. Как минимум на сумм. Это около двух центов. Говорить о прибыли очень сложно. Однозначно цены на сырье, цены на энергию, на все эти беда, они реально не позволяют нам зарабатывать какие-то деньги, чтобы вкладывать их, инвестировать. О том, как удержать рост цен на продукт номер один, антимонопольный комитет советовался с пекарями. Как выяснилось, стоимость хлеба растет не только из-за подорожания муки. Если пекарни продают готовый продукт по одной цене, то реализаторы еще прибавляют от сома до трех за булку. Пекари предлагают свое решение. Если бы нам дали возможность напрямую каждой пекарни, предположим, возможность для того, чтобы мы ставили свои павильоны и продавали свой хлеб, мы бы продавали его по оптовой цене. Чтобы каждому частному предпринимателю выделять земельный участок для установления павильона, кто пойдет на такой шаг? Какая необходимость в отдельных павильонах? Необходимость всякая есть. В отдельных павильонах для нас да, для вас не знаю. Еще одна проблема пекарям – тарифы на свет. Последнее повышение было два года назад. Тогда это вызвало бурное недовольство. После событий 7 апреля для населения тарифы снизили. А вот для пекарям так и осталось 3 цента за киловатт-час. Тогда, как даже на экспорт, электроэнергия идет по более низкой цене. Хорошие деньги мы платим. Правильно или неправильно я говорю? А казахам они дешевле продают, да? Казахи, значит, они приезжают, они и кофе отдают, и сажают, и подписывают с ними, да? А с нами даже не разговаривают. Наше правительство помогает. Что нам? Только наши деньги делить, которые мы заработали. Больше никакой помощи нет. Действительно так. Если не так, скажите, что это не так. Вопрос так и остался открытым. Правительство предлагает пекарням свое решение проблемы. Агропродкорпорация готова продавать муку, которую она будет закупать в Казахстане, по более низкой цене. Все детали должен был разъяснить глава ведомства. Но на встрече он так не появился. Тем не менее, указ есть, деньги тоже. Около полутора миллионов долларов. Но все это делается с одним условием. Если мы будем давать вам муку, мы будем требовать, чтобы этот хлеб по такой же цене дошел до народа. Кроме того, правительство намерено установить предельно допустимые цены на основные продукты питания. Первыми в списке идут мука и хлеб. Наталья Лея, Бекульчуманов, Бишкек, Кыргызстан. Это был последний материал в нашем выпуске. Мы продолжаем следить за развитием событий в странах Центральной Азии. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok